Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Для того, чтобы его отреконструировать, необходимо около 4 миллионов. Для того, чтобы его признать о время и потом жителей отделить, будет более 10 миллионов рублей. Вот у меня просьба, обращаясь к всей комиссии. Когда вы какие-то решения принимаете, вы считаете деньги. Потому что 10 миллионов для нас сами, это вообще не подъемные деньги. Но не подъемные деньги. Значит, дом, если был признан в 2017 году, так мы этих людей не оттерем в программу областную, которая сейчас формируется. Вошли дома в 2012-2015 годы. Эта программа будет ориентировочно. В четвертой раз я разговаривал вчера Дмитрий Троев. Лет на 12-14. Представляете, вы на сколько людей откидываете, да? Либо второй вариант. То есть мы их откидываем на неопределенный срок, и люди будут жить в таком здании непонятно сколько лет. Либо второй вариант. Они обращаются в суд и очередают в суд, прокуратуру, да? И эти решения суда опять у нас с вами будут протаживать бюджет. И мы с вами будем протаживать бюджет не в решении суда, а не в тех реальных вещей, которые мы должны его сделать. Порой в некоторые здания, которые мы сейчас видим, надо вложить 100 тысяч. И мы знаем, что здание сократится еще простое, с десятых лет. А мы в них эти через 10 лет, когда у нас не сможем эти деньги вложить, это уже будет не 100 тысяч, а уже будет 11 миллионов, как по Гаганин-1. Вот давайте вот с точки зрения вот какой-то реальности, что ли, вы к этому подходите. Я понимаю, Сергей Семенович сейчас, наверное, меня поддерживает, что вложить туда деньги, ну, нецелесообразно, блин. Тяжелую-то работу делать. А что делать? Зато, опять, в оправдание или обоснование своего решения, эти 4,5 миллиона денег мы можем с вами на два года разбить и сделать. То есть, в 18-й год доложить 2 миллиона, в 19-й год доложить 2 миллиона. И люди к концу 19-го года придут к нам и скажут спасибо, уважаемая комиссия. Ремонт сделаем, мы живем. А при вашем решении, значит, они с нами будут судиться, а решение суда мы в 18-м, 19-м году не исполняем. Мы год начали, у нас было ровно 100 решений. Я к этому решению подойду, опять-таки, наверное, в 28-м году, когда предыдущее решение выполнено, потому что они у нас идут по порядку. Жители не скажут спасибо, они сами произвели независимую экспертизу, и у них там более 80% износа стоит. У них есть ли какой-то документ, и мы просто не будем в суде выглядеть, когда они придут. Но они подоступают в суд подавать однозначно, потому что они не хотят ремонта, потому что они понимают, что дом не принадлежит ремонту. Но пусть они идут в суд, суд признает, предположим, наши действия незаконными, и мы будем в 2028-м году их потерять. С людьми-то надо разговаривать. Ну, с людьми надо разговаривать. Да, вот я еще раз говорю, мы-то с вами с точки зрения должны в реальности идти, а люди думают немножко о другом. Пройдут они в суд? Хорошо. Пусть они судятся. Хорошо. Еще раз говорю, у нас будет решение суда. О, Львов Павловна, мы сейчас какие? 11-й год, наверное, закрываем, да, последний? Сейчас 11-й, 17-й. Но через 6 лет пусть придут. Это надо говорить. Но это не вы будете говорить. Это, как сказать, вы должны это понимать. А Львов Павловна, чем это критическое дело, это вот это наши права, наверное, тоже отстаивать. Но мы-то говорим о том, что медвеженница комиссия была, служба заказчика отработала, значит, и мы в этом направлении. Есть у нас заключение, по которому мы сделали смену, это же есть заключение. Мы за это так-то 90 тысяч денег отдали. И мы на основании этого заключения, на основании службы заказчика цены, мы начинаем работать, где мы неправы. Мы только вложим туда деньги, да, ну, я могу ошибаюсь, там, 4, может, 5, 6, не важно, но это меньше, чем 11. И у нас сразу износ дома, вы говорите, с 80, он поднимется до номинального, там, 20, 30, 40, не знаю, поднимется. Мы же сами это понимаем. С точки зрения, подсказывайте свои. Я просто настаивал, что тут свое решение, пока месяц поменяется. На том заседании даже ни у кого мысли не было отремонтировать. Все тут сразу же. 100% там, все, этот дом не принадлежит. Но у меня есть другая информация, и голосование у вас было не, как сказать, не тайно, а открытое, и не все субботники проголосовали за сносы. Для тех, кто понимает, что в суммете, Василий Витальевич, 6 миллионов 152 тысячи. Да, а что вы хотели, 11. А мне это дешевле, чем отселить. Мне это дешевле. Вы понимаете, что такое 11 миллионов? Это у нее реконструкция. А что? Лариса Юрьевна нам конкретно говорила, что реконструкция Ларису не разрешит на этой территории, потому что там действие, это просто по обреде, да? Смотрите, с чего это реконструкция? У нас как ремонт, мы это будем делать. Лариса Юрьевна, пусть она голосует. Кстати, где она? Мы над Голем. Ага. Пусть она против голосует. Пусть она против голосует. Давайте вот сейчас вот те 7 домов, которые у нас сейчас вот мы с фондом регионального развития, это фондом капремонта, спорим. Давайте их тоже признаем аварийными. Представляете? Все. Можно весь бюджет направлять только на капремонт домов. А нам, кстати, всем волится. Вам, кстати, можно было достаться, как служащий заказчик, потому что вы будете там вести с того, которого я себе был доктором. А вот мне всем попало, там делать больше ничего. Но мне на зарплате не будут. Вы получите. Ну, вы знаете, то есть нам, вы хотите округ догнать все долги, которые у нас были? Да я вот не хочу. Ну, вот сейчас управляющая компания «Позорская 4А». Изворачиваемся, как только можно. Для чего? Для чего? Чтобы там очередных каких-то придовых решений не было. И так по каждому дому. Вы понимаете, что вы сейчас с данным решением создаёте определённый прецедент, что у нас последующие дома пойдут по всей такой ситуации. И мы, получается, у нас с вами округ с бюджетом в 500 миллионов. Это митер. Будут заниматься только ремонтом чьих-то личных. Ну, личных как? Муниципальных квартир. Они же как муниципальные. Не мы же там живём. А живут граждане. Порой, которые не гладят. Сколько он на сбор? Ам. Николаевич. Сотпосыл с вами. Он с вами по муниципальным квартирам. Ну, у нас... 33 или 44 процента? Да, где-то так. Ты выпал. Не помните? 40? 40. 40 процентов. Так они нифига не платят на меня, простите, за другую. А ещё хотят, чтобы за наш счёт мы им отремонтировали квартиры, а вы у них идёте на поводу. Ну, ещё. Так не менее на том выду, где-то там же люди живут в таких условиях. Там просто люди не могут идти. Там дети живут. Где-то там сквознули дыры. Я понимаю, есть какие-то... Те полы и полы лежат на дыре. Полы лежат на дыре. Я понимаю, есть какие-то ситуации, может быть, где-то там... Вы живёте в своей квартире. Вы ремонт делаете, обслуживаете. Кто живёт в этих квартирах? Вот, вы знаете, я часто выезжаю по жалобам. Стоит 4-квартирный дом. В одной квартире, я говорю, ой, это что за красота. Так она приватизирована. Вот дом стоит 4-квартирный, он приватизирован. Одна квартира, она идеальна. У неё окошечки, фундамент подлик, стены, кровля над ней сделают. И 3 муниципальные квартиры. С тем достатком же люди, только они ничего не вкладывают. А потом руками разводят и говорят, ё-моё, муниципалитель ничего не делает. Так а вы сами-то почему не делаете? Кровля подекла, я говорю, у нас вышли, нет? А сами-то почему ничего не делают? Не вкладывают. А сейчас они в таких желтых... Так они сами не довели таких вкладывают. Ещё раз говорю, примите такое решение. Хорошо. Только ситуация-то ведь не изменится. Завтра они там жить не будут. В новых квартирах. А если будут, то через 10 лет. А так у нас реальный шанс. Да, разобрать, то заново собрать. Но у них появится шанс. Ситуация, в этой методике, получится следующее. Если не подряд суд, будет судебное решение. Не наш полгода, значит. Давайте так, каждый будет отвечать за свою часть. Судебное решение, для нас это есть юридический отдел. Это первый момент. Есть и ваша комиссия, и есть заключение, которое должно работать в одном направлении. Это первый момент. А второй момент. Пусть будут судебные решения. Пусть люди услышат о том, что с властью надо договариваться. И двигаться в этом направлении. А они идти против. Они пойдут сейчас против. Я сказал, это будет судебное решение. Возможно. Только с исполнением. В 2027 году. Говорок на шаг нет? Пожалуйста. В 2027 году. А может они согласятся на мой взгляд? Может они попробовать поговорить? Что значит согласятся на мой взгляд? Ну поговорить с ними по-доброму. Это наше муниципальное жилье. Они не являются собственниками. Вы вот немножко вот здесь переключайтесь. Мы собственники. И мы приняли решение отремонтировать дом. Я никого спрашивать не должен. Только вы, как органы, работающие при администрации, должны наше решение это подтвердить. Я это постановление и распоряжение чем-то я утвержу. И мы дальше в этом направлении пойдем работать. У нас с вами существует программа по ремонту нашего муниципального жилья. Только на ближайшие 3 года она состоит из судебных решений. А мне бы хотелось бы начать все-таки, чтобы она была не по судебным решениям, а именно по тем домам, которые необходимо сделать, сейчас сохранить и дальше двигаться. И это будут за другие деньги. А этот фонд надо сейчас с вами почищать. Да? Люди сами довели такие дома до такого состояния. Вот в большей степени. Кто им мешал сделать вокруг дренаж? Что такое дренаж? Вот он одну колонаву сделает. Выведите в лоток, который идет по улице Гагарина, и сразу в подвал это сужится. Кто-то мешал? Подлить фундаменты, как сделала соседка, на других домах. Кто мешал? Нет у нас с вами 11 миллионов. Для нашей жизни это бешеные деньги. 11 у нас тем более нет. Такие еще будут имения. Света, а почему мы их не взяли в ремонтиле в то время маневровый на фонде пересидеть в 5? Пускай минуты завтра будет молодой, а там ждут приезжения на нашем доме. Вот смотрите. Первое. Маневровый фонд. Сколько у нас в таком состоянии? Находится сколько? У нас в маневровый фонд это прижитие. Ну да. Вы его знаете. Вторая половина сгорела. Знаете об этом? Да. Сколько лет назад? Ну если к ним мы проходили в лоток, то было в связи. Сергей Семенович, вот я прошу ответить на мой вопрос. Сколько лет он у нас в ремонтиле? Ну да, я в ремонтиле. Скорее, это было в ремонтиле. Ну. А сейчас пусть мои коллеги ответят. А почему мы не выходим на это и не ремонтируем? Потому что у нас с вами элементарные вещи на скашивание травы по нашим улицам. 53 тысячи мы найти не можем. На разметку мы найти не можем. Мы знаки, которые у нас с вами упали. Да? Сами вручную уходим поправляем. Но 50 тысяч найти не можем. Понимаете? Каждую копейку, вот копейку экономим. Понимаете? Вот и вся проблема. Я как еду по Гагарину, на крови все обливаются. Я в этом здании был многократно. Я там все прошелся. Я там знаю это состояние. И с управляющей компании сколько лету, раз кем уговорил, пытаясь больной на здоровую голову переложить. Это тоже не их проблема. Забыду я сколько раз говорил, да, Валентин Сергеевич? А это не их проблема. А почему? Не хватает у нас средств. А вы 11 миллионов с легкой руки приняли решение о том, что все, перезнаем аварийный, мы их сносили. А кто сносить-то будет? Куда переселять-то? Давайте вот элементарно дальше поговорим. А куда переселять-то? Вторичное жилье. У нас нового жилья нету. Только вторичное. Лена Сергеевна, значит, мы сейчас квартиру покупаем. У нас в первый этап за хорошие деньги кто-то заявился? На второй этап у нас прошел, кто-то заявился? Нет. Представляете? То есть за деньги, которые заложены в бюджете, мы не можем квартиру купить. Никто не выходит, там ее не продает. На новом рынке нету. А на вторичном за хорошие деньги, не за маленькие. 36500 за квадрат у нас было. А нет, она меньше, чем. Да? Где-то около 300, да, по-моему? Соли? Да. Не, это... Но мы-то сейчас нашли-то, ведь за третий у нас получилось поменьше. Но мы с Веденом по рынку взяли, и мы не можем купить с начала года квартиру по субъекту решению. Но вот с Веденом, куда загоняйте? Мы даже, имея деньги, не можем купить. А там сколько, кроме 6 или 8? 8? 7? Ну, одна сгоревшая, да. Ну, пусть 7. Мы одну квартиру и не можем купить. Вот, понимаете, прежде чем решение выносить, не то, что выносить, а голосовать, вот вы должны это на комиссиях, на то, что обсуждать все. На ремонт отпускок, за 3-2, знаете ли? Там же сделается просто. Значит, первое, мы должны сохранить несущие способные здания, да. Первый год делаем фундаменты, значит, и кровли. Второй год, следующий этап, предположим. Но это, если мы такое решение будем принимать, и на бюджет мы будем выносить, мы уже заслуживать заказчика будем разбивать это на 2 или на 3 года. Сколько нам бюджет позволит? Ну, в любом случае, мы будем все потерять. Не знаю. В любом случае, мы будем выделять. Значит, пойдем по этапу, я не знаю, будем в маневренный фонд куда-то их. Срава этапа не получится. Да, мы оттуда в день, верно? Преиматик, который будет в день. Маневренный фонд, значит, отремонтирован на следующий год маневренный фонд, а потом пойдем для них, чтобы исполнить, значит, свои обязательства. А, как? А там бывает, а сейчас берешься тамбор, а там не помещение, что я с тамбом еще не знаю. При проведении ремонта, у нас в последующей конструкции, жертвы заселяются в маневренный фонд. Основание, а для отказа, у них нет. Если они отказываются, то верно, что нужно отчитать. Если он среднен аварийный, или заселяйтесь в маневренный фонд, они не могут отказаться, и не поедут в маневренный фонд. Соответственно, а мы обязаны будем им в роду жизни претратить. Такого ситуация. Да. Не перетелять на коммунисты, даже не в маневренный фонд. Понимаете? Ну, если у нас аварийным, то за нами сами себя будут. Итак, а вот сегодня ситуация. Ну, в чем струкции. Уже приняты аварийные. Ну, не надо мне никак. Да, мы отстали до 60%. Все. Они условно рабочие все. Они условно рабочие все конструкции сегодня. Она, по нашим исключениям, по исключению, сделана 12. Ну, и? А по заключению, которое получили жильцы, не хорчи 8,5%, но просто все конструкции. Это одно. 65-60%, потому что сегодня жертвы, для инфляции, для аварийного. И нужно, как раз выселять. У нас отникальная нагрузка на потолок есть. Сергей Семенович, а ну ладно, по страны живутся в аварийных ходе Казани. И что я делаю? Но... И у нас такие ситуации начинают затягивать. Ну, давайте сами себя в угол-то не будем сохранять. Еще раз говорю, вот мы взаимовываемся в угол-то, и в угол-то не знали. Ничего не поменяется. Данный повод мы даем на судебное решение. Которое, вот я говорю, вот мы его исполнить не можем. То есть люди просто не понимают. Они думают, что сейчас будет судебное решение, и у меня завтра переселят. К глупостей. Вы-то, надеюсь, это все понимаете. Не будет этого. Судебное решение вот это какого года мы сейчас исполняем? Пятнадцатого. Пятнадцатого. И ту исполнить не можем. А у нас их там четыре. Именно поэтому дома четыре? Нет. Там, сколько, какая шесть, девять. Поэтому судебных решений еще нет. Но если они будут, я еще раз говорю, это они отвечают на нас. Да, мы абсолютно правильно, Сергей Семенович, говорите, я вот его вполне подтверждаю. Если мы его признаем неаварийным, например, реконструкция, мы им предложим этот маневренный фонд. Если не отказываются, это их проблема. Идите, снимайте, жены и там жирите. Только признаем аварийным, все. Мы сами себя в угол поднали. За. Вы о качестве своих требований и своей работы, вы будете требовать от качественной работы под подрядчиком. Если он будет выполнять некачественно, ваше право этой работы не принимать, не хаспарить. Мы сейчас вот, это уже честненько начинается. Зачем это говорить? Мы же, я же могу и по-другому сказать, выйдет, Сенар, значит, снесет за три дня, счетовый дом поставит, и все зателят, все остальное, это будет идеально, да? Слава Богу. То есть, да и слава Богу, правильно будете. Потому вот сейчас зачем об этом говорить? Мы сейчас говорим о немножко другом. Я считаю, что ваше решение, оно, ну, неправильное. Я прошу. Комиссия-то идет? Да. Нет, нет, надо было уже, я сказал, убедите. Нет, надо было в пауну просто, что-то. А, ладно, ладно. Я так хочу, так, высказать свое личное мнение и удалить даже, начать комиссию. Давайте за две минуты тогда выскажу о своей позиции. Так, я не совсем согласен. С DISILT perder. が клэн, что самое не согласен. Продолжение следует. Продолжение следует...